Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня я хочу показать вам новинку в нашем ассортименте под названием Lenovo A660. Данная модель является необычной, она поставляется в защищенном корпусе от воды и от ударов. Вот такая вот есть waterproof, то есть водозащищенный корпус, надпись. По поводу того, что он противоударный, я не могу сказать, потому что для этого хотя бы нужна была прорезиненная вот эта вот крышка, прорезиненный корпус. Но резины тут нету, тут везде пластик, то есть противоударный я не соглашусь с этим. Водоустойчивый, мы это проверим чуточку позже. Давайте посмотрим заводскую комплектацию, поставляется данная модель вот в такой вот оригинальной упаковке. Вот есть вот тут вот надписи, что это Lenovo A660, официальный. Ну и стандартный заводской комплект, это зарядка, это USB кабель для подключения к компьютеру, это гарнитура. Обязательно влаживаем переходничок под нашу розетку. В комплекте поставляется один аккумулятор, емкость его 1500 мАч. Перейдем непосредственно к нашему смартфону. Смартфон простенький, довольно-таки недорогой, поставляется вот в таком вот корпусе и в оранжевом. Вот такая вот прорезиненная, скажем так, крышка сзади, очень интересная. Ну, очень удобная она, в общем. Смартфон очень быстро работает, двухъядерный процессор у него, корпус выполнен из пластика. Вот эти все пымпочки закреплены резиночками, то есть вот это вот все разъемы, так как это водонепроницаемый смартфон, то есть это все закреплено вот такими вот штучками, оно все вот так вот крепится, уплотняется. Под крышкой также интересно посмотреть, сейчас покажем вам. Одну секунду. Очень плотно прилегает крышка, но это неудивительно, потому что ей нужно хранить свою водонепроницаемость. Значит, под крышкой вот у нас вот так вот все выглядит. Выглядит вот этот вот ободок, он прорезиненный, он уплотняется и прижимается крышкой. Таким образом водичка не попадает вот в эту часть. Тут вот вода попадает, сюда вода попадает, а сюда, вовнутрь, там где аккумулятор, ничего не должно доходить. Так, ну и давайте в самом начале нашего теста не будем мы рассказывать вам сразу про технические характеристики, про все вот эти вот фишки, это мы все расскажем потом, если наш смартфон выживет после теста водой. Так, все мы уплотнили, все прикрыли, все у нас вроде бы готово для этого теста. Телефон у нас включенный, работает. Так, тут мы крышку тоже закрыли, очень это все внимательно надо делать, чтобы не купить смартфон, который уже не работает. Так, сейчас один момент. Есть у нас вот такой вот резервуар с водой. Сразу говорю, я не буду проводить там засекать, говорить, что я там засек там время, что он там 5-10 минут простоял. Я не считаю, что это прям такая стопроцентная защита водяная от воды. Я считаю, что это просто вариант защиты от дождя, от каких-то непогод на улице. То есть, его нельзя там, нельзя там с ним купаться, нырять на большие глубины. Это все ерунда. То есть, он защищает от минимальных проникновений воды и там долго находиться с ним в воде не стоит. А так, давайте смотреть. Вот смартфон в воде. Вот он включился, вот он работает. Прошу заметить, что в воде тач не рабочий, то есть, ну, нет передачи вот этого сигнала. Зато, когда смартфон достаешь, то, в принципе, все управляется, все... Ну, пока вот эта вода стечет. То, потом все становится управляемым. Прервемся, я вытру смартфон и продолжим. Итак, я протер немножко смартфон. В принципе, наверное, будет интересно. Вот только что, буквально взял тряпочку, протер его. Я ничего там не сушил, время не проходило. Давайте мы его выключим. Отключаем его. И откроем крышку, посмотрим, в каком состоянии, что там у нас внутри с ним произошло. Я, как видите, очень бережно с ним отношусь. Боюсь его погубить. Поэтому смотрим. Так, крышку сейчас открываем. Очень плотно она привлекает. Очень тяжело ее открыть. Так, есть. Итак, что же у нас получилось? Значит, вода у нас есть вот здесь. Это я уже только что намочил пальцем. Так, идем дальше. Воды у нас нету возле симок. Вот есть водичка. Вода есть вокруг камеры. Вода есть с верхней части. Ну, то есть, как мы видим, вода не попала вовнутрь, именно вот в эту часть, там, где оно не защищено. Там, где у нас аккумулятор. То есть, вот у нас аккумулятор сухой. Аккумулятор целенький, все с ним хорошо, все в порядке. Ну, и вы видели, что только что он был подвержен воде. И еще раз сделаем одну паузу. Я его провытираю всего. И дальше посмотрим уже технические характеристики. Итак, продолжаем. Я протирал данную модель немножко изнутри. Все в порядке, все работает. Никак не сказалось вот это вот окунание его под воду. Но не злоупотребляйте этим. Итак, по техническим характеристикам данная модель имеет 4 дюйма по диагонали дисплея. Дисплей с разрешением 800 на 480. В Antutu данная модель набирает порядка 3-4 тысяч баллов. Давайте посмотрим технические характеристики. Итак, процессор MTK6577 работает в частоте 1 ГГц, 480 на 800 точек разрешения, 512 МБ оперативной памяти и 4 ГГ встроенных. Камера у нас задняя на 5 Мп, фронтальная на 0.3. Прошивка у нас 4.0.0.4. Приходит данная модель к нам с завода с частичным русским языком. Мы обязательно их прошиваем. И получается у нас вот такой вот полноценный русский язык, который вы сейчас можете видеть. Давайте посмотрим, какие есть датчики в данном смартфоне. Что у нас есть интересного здесь. Из датчиков у нас в принципе нет ни гравитации датчиков, есть датчиков приближения, датчиков освещенности, которые, кстати, работают изумительно, очень быстро смартфон тухнет, наоборот, подсвечивается, когда от уха к уху прислоняешь во время разговора. Есть хороший GPS, Wi-Fi, Bluetooth. Все, что нужно для нормального смартфона такого класса. Итак, что еще посмотрим? Давайте посмотрим тест мультитач, то есть сколько поддерживает точек касания, три точки касания данная модель работает. Экран, как вы уже могли заметить, не совсем такой топовый. То есть это старого образца модель, но она еще популярна, так как она стоит очень недорого. И она удара и влага защищенная. То есть про удара я уже говорил, про влага мы проверили сами. Удара, прочность проверять не буду. Давайте посмотрим, как отображаются картинки на данном дисплее. То есть есть у меня набор разнообразных картинок интересных. Давайте посмотрим. То есть, ну в принципе, если под прямыми углами, то смартфон выдает хорошую, яркую довольно-таки картинку. Но если его преломлять, то вот сразу же картинка уходит в негатив. Это все видно. Это нечего скрывать, это так и есть. То есть это недорогой смартфон, который и не должен так работать. Вот он работает быстренько, четенько, все хорошо. На смартфоне можно с легкостью просматривать видео, можно загружать видео с YouTube. То есть производительности данному смартфону не занимать. Вот у нас какое-то видео в формате HD. То есть все запускается, все работает. Также данный смартфон с легкостью справляется и с работой в браузере. То есть можно загружать странички в интернете, можно просматривать наш сайт, можно смотреть другие сайты. То есть заниматься тем, что вам хочется делать. То есть при необходимости можно отмасштабировать картинку, посмотреть какие-то объекты вблизи. Можно в такой вариации работать с смартфоном. Можно что угодно вводить. У нас есть полноценный русский-английский ввод. То есть нужно нам на русском что-то набрать. Мы выбрали поиск и поиск пошел. То есть он находит быстро все странички, все ссылочки. Что угодно делает. Можно прогружать различные файлы из интернета. Вот я загрузил какой-то PDF-файл. Ну да ладно. Игры наш смартфон воспроизводит. У меня сейчас на быструю руку так не получилось. Допустим, запустить на смартфоне какие-то серьезные игры. Потому что там есть конфликты с картой памяти. То есть там нужно переназначать, чтобы игры могли записываться на вставленную мной CD-карточку. Я вам так скажу, что для этого разрешения экрана 800 на 480. Все игры, даже самые сложные, будут идти хорошо. Так как процессор сам варьирует уровень графики в той или иной игре. И в зависимости, ну скажем так, от своих возможностей выставляет по минимуму вот эту графику. Поэтому ничего у вас включить не будет. Камера у нас 5-мегапиксельная. Камера снимает, скажем так, на четверочку. Не могу я. Не, ну в принципе, если говорить, что цена смартфона, цена вопроса 1100-1200 гривен максимум. То я считаю, что довольно-таки достойно и снимает даже и камера. Давайте посмотрим, как вот примерно будет снимать вот эту вот коробку, вот эти вот надписи. Как будет работать, отрабатывать автофокус. И давайте посмотрим. Я обязательно, как всегда, я сниму видео, сниму фото на улице, чтобы вы могли удостовериться в качестве съемки. Ну то есть автофокус рабочий и в принципе нормальное качество фокусировки. Все. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Даже не прорезиненный корпус А так модель очень хорошая Если что набирайте нас Звоните, задавайте вопросы Если вам нравятся наши обзоры Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Спасибо за внимание и всего доброго вам Субтитры сделал DimaTorzok